В этом году в Башкирию пришла ранняя весна, а вместе с ней выползли и клещи. Поэтому уфимские парки и скверы стали обрабатывать от насекомых на неделю раньше обычного. Проливной дождь из специальной жидкости накрыл места, где наиболее часто встречаются клещи. Обработка проводится в три этапа. Это предварительное обследование, это непосредственно обработка территории и контрольное обследование с установленной законодательственной кратностью. По плану обработать все территории, подлежащие обработке в рамках госзадания, к 1 мая мы идем ровно в графике, несмотря на то, что погода внесла определенные коррективы. Несмотря на раннее потепление, ночью градусный термометр и не добрался до плюсовой отметки. А потому начать обработку раньше не могли. Сейчас в эфире работают две бригады, которые по ночам обрабатывают места скопления людей. Локации, где производят дезинфекцию, закрывают для пустителей на ночное время. Используемые препараты разрешены к применению на территории Российской Федерации и безопасны для населения. На клеща они действуют контактным механизмом. Клещи погибают не только при непосредственном воздействии, но и при соприкасании с обработанной поверхностью. Клещ является переносчиком многих заболеваний, но самым опасным признан клещевой энцефалит. В Башкирии с начала весны уже зафиксировано более 250 случаев укуса. А единственный способ обезопасить себя от заражения клещевым энцефалитом – прививка. Мы решили узнать уфимцев, вакцинировались ли они. Вы прививались от пищевого энцефалита? Нет. А не боитесь, что вас заразитесь? Ну, когда я выезжаю за город, я средствами защиты пользуюсь. В этом году пока еще не собралась, но нужно. Я не успела. Я прививался. А вы почему решили прививаться? На работе заставили. Да, на работе постоянно прививаю. Я ходил, прививки делал в прошлом году. Нет. А почему не боитесь заразиться? Я по лесам не хожу. Нет. А за город часто выезжаете? За город мы живем. По словам врача-невролога РКБ имени Куватова Тимура Галиулина, прививка дает почти 100% защиту от энцефалита. В прошлом году через его отделение прошло 12 пациентов с тяжелой формой энцефалита. Ни один из них не был вакцинирован. Клещевой энцефалит, болезнь у нас популярная, район у нас эндемичный, риск заболевания высокий. Основной профилактикой клещевого энцефалита является иммунопрофилактика, то есть прививка. Вакцина-профилактика состоит из трех этапов и дает иммунитет на три года. Наилучший период для прививки – до начала сезона активности клещей, то есть зимой. Но, как говорит Тимур Галиулин, вакцинироваться можно в любое время. Ставится вакцина, через 2-4 недели вторая и через год третья. В принципе, вакцинироваться никогда не поздно, если с момента второй вакцины исключить укус клеща в течение двух недель. Ну, то есть беречься от походов на улицу, от походов в лес, в парк. Таким образом получить хороший иммунитет против именно энцефалита. Другое опасное заболевание, переносчиком которого является клещ – боррелиоз или болезнь лайма. Вакцины от него нет, поэтому важно даже при наличии прививки обратиться к специалистам, если вы обнаружили на себе клеща. Если вы обнаружили на себе клеща, не нужно пытаться самому его эвакуировать. То есть, если есть возможность обратиться в ближайшую поликлинику, в приемный покой, там помогут его извлечь, не повредив. Далее необходимо сдать его в Центр гигиены и эпидемиологии, у Фео – это улица Шафиева, 7. Наиболее опасными, по словам врача, являются территории за городом, где не проводят обработку. Часто такими становятся места для отдыха на природе, частный сектор и лесные массивы. Территория Красочной Башкирии, Обзелиловский район, Нуримановский район, Иглинский район. Вот в этих районах, как правило, чаще всего встречается и укус клеща, и клещевой энцефалит. Сделать прививку от энцефалита можно в поликлинике по месту жительства по назначению терапевта. Бесплатно получить вакцину вы можете, если живете в одном из 42 регионов Башкирии с повышенной опасностью, либо если вы работаете в этих районах по определенным специальностям. Для этого нужно обратиться к врачу аж в сентябре, и только зимой следующего года вам ведут вакцину. Возможно, люди, регулярно проходящие вакцинацию, знают о таком неторопливом порядке. Если же вы не хотите сталкиваться с такими сложностями, то можете обратиться в частную поликлинику и сделать прививку платно. При этом вы еще заплатите за прием терапевта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...